Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в YouTube. Сегодня я бы хотел организовать, вернее, уже организовал конференцию по Skype, поэтому, извиняюсь, заранее из качества будет не очень хорошее, но главная суть, то, что вы услышите. Надеюсь, звук будет хороший. И вот сегодня у меня в гостях создатель, разработчик, директор фирмы, ну, значит, такого продукта, как BioKedr. Он уже есть у нас в продаже на нашем сайте nadgar.ru. Однако я бы хотел задать вопросы от вас, в том числе, услышать ответы. Ну, и не будем терять время. Анатолий Арнольдович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Ну, вот тогда хотел бы, чтобы вы четко, кратко, максимально полно при этом постарались бы ответить на несколько вопросов. Ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, о том, что это за продукт BioKedr. Как к нему пришли? Ну, буквально кратко, а дальше уже по свойствам пойдем. Хорошо. В 2005 году доктор сельхознаук профессор Старикова изобрела примекс для животных, в котором 1% был примесь нашего препарата, который мы сейчас называем BioKedr. А проще, очищенный от самолышек луха дальневосточной кедровой шишки. Мы когда увидели, какую эффективность производит вот этот порошок на животных, на состоянии животных, мы стали задумываться, не стоит ли нам применить этот же порошок для применения в людских целях. Если мы 600-килограммовой корове давали 20 грамм примекса, и в нем всего лишь 3 грамм вот этой шишки, вот этой вот очищенной от смолы, и получали такие результаты, как улучшение надолок молока, проходили болезни гинекологические, костно-мышечные, желудочно-кишечные и так далее. И в 2011 году я решил на себе попробовать уже так, капитально, что такое за наш кедр дальневосточный. Поймал в 2011 году проблему онкологию, отключился, отоперировался, но были куча проблем других, в которых, в общем-то, возраст был уже солидный, 67 лет. К этому возрасту люди, как правильно, накапливают же кучу болячек. Я начал по рекомендации Надежды Павловны принимать вот этот порошок. Рассчитали дозу его, рассчитали уже 2 раза в день, что нужно пить, и он мне придется, я начал пить, и я его где-то года 2 пил 1. Один пил, потом, когда приезжал в клинику на проверке состояния здоровья и должен был проверяться по онкологии, врачи, в общем-то, выражали такое легкое, приятное недоумение, откуда и как происходят такие изменения в моем организме. Я оперировался в Израиле, тяжелая была операция, но, тем не менее, позапрошлом году они меня полностью сняли с учета и восстановилось у меня, в общем-то, очень много ушей проблем, которые у меня были до этого раньше. Пил я, потом начала пить моя жена, потом начали пить наши дети, потом друзья наших друзей, потом мы пили-пили и допились до открытия вот этой компании Биокеда. В прошлом году я объединил свои усилия, уже человек возрастной, мне 1 июля исполнилось 76 лет, я пригласил к сотрудничеству и не прогадал, не прогадал с партнером своим, очень толковый, очень грамотный, добросовестно, ответственный, молодой человек и, главное, далеко смотрящий вперед. Мы этот продукт сегодня выпускаем, вот он выглядит у нас вот в таких упаковках, вот здесь продукция на 40 дней, вот это вот у нас продукция, мы делаем вот шишку на 90 дней, и вот эти коробки у нас тоже на 90 дней, но мы здесь заранее положили сюда термометр, положили сюда мерную ложечку, это для того, чтобы люди, начиная щепить, соблюдали четко наши рекомендации. Учеными нашей компании были разработаны дозировки и нормы ввода человека, суточная потребность, вот во всем том, о чем я сейчас говорю. Нашей дальневосточной кедровой шишки находится порядка 134 компонентов. Это доказано и только институтами нашими, но и зарубежными. Мы не так давно отправили в Германию на исследование нашу шишку, попросили, чтобы мне выдали результат по микро-макроэлементам. Они выделили наиболее 26 крупных краплений, все остальные не стали смотреть, потому что те, которые больше всего влияют на социальное здоровье, они их выделили. Мы прошли бактериологические исследования, радиологические, химические исследования, и все показатели говорят о том, что в нашей шишке ничего вредного нет. И поэтому у нас на коробках, отсюда мы рекламируем наш продукт, как 100% натуральный продукт, то есть 100% экологический, чистый продукт. Народу бьет у нас уже достаточно большое количество. Несмотря на то, что мы компания еще молодая в плане вот этого продукта, мы начали где-то с прошлого года в начале, мы сегодня уже получили разрешение на работу с Евразийским союзом, а с октября 2019 года плотно зашли в Европу. Мы в Хорватии зарегистрили нашу компанию, там получились разрешительные документы, и сегодня сфера деятельности наша расширилась значительно. Мы порядка сегодня уже работаем с 20 странами мира. Есть ли исследования какие-то, которые именно говорят, на какие органы системы идет воздействие, какое, собственно, воздействие, иммунопротекторное, еще какое-то? Поподробнее, если можно, вот об этом, о лечебных свойствах, профилактических. Мы клинических исследований до недавнего времени не проводили. Мы давали вот так, народ пьет, пишет отзывы, у кого что были, кто что. Помогает обычная система. Я в прошлом месяце был в институте питания, мы договорились, что они у себя проведут исследования, по клинической исследованию, по нашей шишке, по нашему вот этому настою, и определяют и скажут, как он влияет на организм человека уже с медицинской точки зрения. И то же самое мы сейчас запустили в Израиле, отдали в Израиль шишку, в Израиле то же самое сейчас начинают исследования, будут проводить на добровольцах клинические исследования. У нас таких заключений медиков нет, но они, я уверен, будут, потому что те отзывы, которые люди пишут, а их уже очень большое количество, мы никого не заставляем писать. Хотите, кому помогает, пишите, кому не помогает, ну, тоже пишите, будем с ресурсом. У нас специальные люди сядут, которые обзывания от клиентов, которыми мы работаем, интересуются, как они состояние здоровья, что они, какие видят эффекты, какие положительные, какие отрицательные моменты, и так далее. Ни одного негативного отзыва вот за все это время мы не получили, ни одного. Люди пишут проблемы гинекологическими, онкологическими, онкологическими, лудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми, опорно-двигателями, и так далее, и так далее, и так далее. Первое, вот мы что заметили, положительно на что влияет наш вот этот настой, это первое начали писать диабетики. Мы знаем, что диабет, в принципе, ну, болячка такая, что сегодня малоизлечимая, скорее всего, наверное, нет. Хотя израильтяне сегодня написали, что они нашли там способ лечения, и вроде бы как уже применять, но это пока нашли, сказали. Но все, кто пострадает вот диабетом, даже в первой, второй серии, все отмечают, что стабилизируется сахар в крови. Такие же проблемы у людей, которые страдают псориазом, геморрой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому отзывов очень много, очень много. Мы их саккумулировали, я их в институт представил, они их сейчас проработают, посмотрят, и определятся по основным каким направлениям они будут проводить клинические исследования. И в России, и в Израиле, и мы сейчас ее запустим в Германию. Сейчас мы в Германию дадим полностью, чтобы они нас проверили вообще полностью на все. Хотя я доверяю нашим институтам на предмет определения негатива, что там есть негативное, что там есть негативное положить. Но тем не менее решил подстраховаться и сделаем все-таки исследование. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о препарате в баночке, каким образом применяется, как долго, чтобы эти были эффекты видны, ощутимы? Ну вот, собственно, дозировки и прием. Хорошо. Значит, продукт готовится очень легко и просто. Мы взяли, разработали технологию. Значит, в среднем где-то выходит 60-66 миллиграмм на килограмм живого веса. Взяли, приготовили саше упаковки, они у нас семигармовые, мы чуть-чуть с небольшим запасом сделали саше. Берем пустую литровую емкость, высыпаем туда пакет, кипятим воду, кипятим воду, остужаем ее до 50, до 45-50 градусов, все это делаем, я делаю это с вечера. И заливаем в емкость. До утра эта емкость у нас стоит, происходит вытяжка максимальная из шишки, и с утра начинаем пить по 50-60 грамм два раза в день. Но если человек без массы веса больше 80 килограмм, то мы ему рекомендуем 60-70 грамм два раза в день. Я пью, вот лично я пью с 2011 года, и пью ее без перерыва. Каких-то негативных моментов, что это вообще ничего плохого, я не ощущаю. Я каждый год два раза в год обследуюсь так капитально, но у меня возраст уже больше, наверное, требуется, так более пристальное внимание. Ничего негативного во мне не обнаружено. И врачи выдали мне заключение, что я не их клиент, и им со мной неинтересно работать. И фраза так врача приятная для меня прозвучала, что у вас идеальное состояние здоровья, продолжайте жить дальше. Но плюс с этим мы не противопоставляем себя ни в коем случае традиционной медицине. Медицина есть медицина, люди учатся, работают, набираются опыту. Мы просто рекомендуем людям. Скажите, а вот если порошок потреблять не разводя в воде, не настойку делая, а, например, сыпать, возможно ли какое-то количество в еду просто принимать с едой? Мы этот вопрос учли. Вот коробка, которая у нас есть на 90 дней, у нас там лежит еще мерная ложечка. Но норма дозы, она полуграммовая. Два раза в день по полграмма. Это будет чуть-чуть больше, чем в жидком состоянии дозировка. Но с учетом того, что где-то процентов 80 усвоится, остальной транзитом выйдет из организма. Поэтому рассчитали так. Не все могут, не у всех есть время запаривать и готовить этот настой и пить его. Но с собой берут ложечку, берут пакетики и пьют. Мы разработали также, у нас есть разработка технологии пищевом продукте. Мы йогурты у нас разработаны с применением нашей шишки. Ну и занимаемся сейчас еще другими направлениями. Поэтому у нас можно пить так, можно пить так. Но в жидком виде усвояемость гораздо выше. И все это прекрасно понимают. Мы не наставим ни на спирту, ни на каких водочных растворах. Во-первых, огромное количество людей не потребляют спирт. Ну и во-вторых, мы с вами знаем, что спирт служит мощнейшим нейтрализатором. Всего того, что мы там полезно пытаемся извлечь. Поэтому мы ушли от этого только на воде. Исследовали настой на воде, исследовали настой на спирту. Ну и решили, что на воде, конечно, гораздо эффективнее и полезнее. Ну вот скажите, то есть получается, что если принимать в сухом виде, увеличивая дозу, как вы сказали, мерной ложечкой, то это все равно, даже при том, что доза будет увеличена в порошке, все равно менее эффективна, чем настой водный? Настой водный я всегда всем говорю. Настой водный более эффективен. Но если нет возможности, можно принимать и в сухом виде. Поэтому мы дозировку сделали побольше. Ну какая-то часть усвоится, какая-то не усвоится. Ну будем надеяться, что большая часть усвоится. Люди, принимающие у нас в сухом виде, я с ними тоже общаемся, контролируем, звоним, как ваши дела, отмечают положительные эффекты. Но я их не сравню с тем, кто пьет в жидком виде, кто в этом. Мы просто знаем, что в жидком виде усвояемость выше. Не намного, но выше. Если мы в жидком виде, путем там делали эксперименты на животных, тоже мы преиспытывали, огромное количество провели испытания на животных, просто огромное. В жидком виде усвояемость гораздо выше, чем в сухом, у животных. Но у людей процентов на 15 будет выше, бац. Поэтому пьем, пьем накопление, человек в сухом виде пьет, на капле теплой водичкой запивает, но все усвояемость есть. И положительный эффект. Отрицательных нет. Скажите, а если вот для животных, какие вы могли бы дать рекомендации, как разводить, например, в воде или в сухом виде, если мы говорим, во-первых, о домашних, предположим, о таких, как собаки, кошки, и второе, допустим, мы говорим о птицах, предположим, о курах, например. Вот какие могли бы дать рекомендации? Вот я когда вот говорю, что аналогов в мире нет, можете мне поверить, что аналогов в мире нет. Во-первых, норма вода микроскопическая, такой сумасшедший результат, плюс выбирайте сопутствующие болезни. Мы работаем и с пиццефабриками, и со свинокомплексами, и животноводческими комплексами, КРС, и всюду вот такие получаем сумасшедшие результаты. Если мы даем кошкам и собакам, то там тоже микроскопические дозы. Животные, я уже повторюсь, болеют всеми теми же, что мы, ну, за редким исключением. Если мы даем, например, у собаку, там лезло, шерсть полезла, там еще какие-то, там глазки потухли и прочее. У нас рассчитаны нормы в воде, мы знаем, сколько чего давать. Буквально месяц-полтора, я отвечаю, животные становятся у нас на ноги. И те же онкологические заболевания у нас, которые животные создали онкологию, мы их ставили на ноги. Опять, я еще раз говорю, я не заменитель нашей традиционной медицине. Ну, то, что есть, то есть. Много и у людей отзывов, которые онкология болеют, и пишут свои отзывы, ну, просто, ну, захлеб. Вот, допустим, у человека собаки или кошки, сколько, вот он купил биокедр-баночку, вот эту купил вашу, сколько нужно потреблять? Вот масса продукта 63 грамма в баночке, вот в этой, вот сколько, как он будет добавлять человек-хозяин кошки и собаки? У нас расписаны нормы ввода от пород, от маленьких собак, до огромных. Норма вот этого препарата, о котором мы сейчас говорим человеческого, она микроскопическая, она гораздо меньше. И если мы, например, потребляем такой примикс, ну, к примеру, для собаки, там 15 грамм, то вот этого надо всего будет полтора-два грамма. Шишки. Тогда ему хватит надолго. Понятно. Полтора-два грамма в день, правильно? Да, 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 один раз в день. Один раз в день. И всем животным другим тоже один раз в день, да? Мы всем даем один раз в день. Скажите, чем, я понимаю, что ничем, вернее, не отличается тот, что в коробке с термометром от того, что в банке, просто там разбито для удобства, я так понимаю, в пакетике, и вот в этом только и разница, да? Один в один продукт, один в один. Никаких изменений. Я вот, Юрий Юрьевич, одну полсекунды просто хочу отвлечься чуть-чуть. Я бы обратил внимание, все время, все время говорю, он очищен от малышевых и кедровых шишек. Мы проводили огромное количество экспериментов. Брали хвою такую, хвою такую, брали кедровый сибирский кедр, брали то, делали очищенный, делали не очищенный. И результаты плачевные, когда мы, вроде бы и доза маленькая, но те животные, которые мы кормили, не очищены от смолы, будем так говорить, ну, шишкой, будем так говорить, да? Результаты плачевные, они отставали в росте, у них запитая печень, им морфология там развалилась, ну, короче, там полный бардак. И наши животные, те, которые мы кормили, наши очищены от смолы шишкой и не очищены. В полутора года малого возраста коровы друг друга обогоняли в среднем на 60-70 килограмм. Ну, вы понимаете, о чем это говорит. А вот если разведенный в воде стоит, скажем, в тепле, сколько он может дней простоять вот в банке литровый, предположим, вот продукт? Ну, знаете, по-разному. Вот я, например, за все годы, за все годы, что я потребляю, у меня все время стоит на кухне. Вот я сейчас на данном момент нахожусь в Геленджике, мне, ну, здесь пока лето, решил немножко отдохнуть. Да, ну, я нахожусь в Геленджике, у меня банка, вон она стоит на кухонном столе. Но лучше всего, если жаркий период, ну, поставьте в холодильник. А перед тем, как употребить этот напиток, вы все на комнатной температуре разогрейте, выпейте. Теплый все же продукт усваивается чуть лучше, чем холодный. Ну, и не все могут холодный. И мы потом, я когда пью, я размешиваю и пью этот настой вместе с шишкой, который там есть. Поэтому у всех индивидуально, ну, вот как-то пару раз было пару звонков. Говорит, женщина, у меня забродило. Стал когда разбираться, говорю, как, что, что, она у вас на нем рядом с газовой печкой, она готовит борщ, рядом с печкой стоит эта банка. Ну, естественно, так жарко, да еще от газа, от этого кастрюли кипящие держат. Кто как. Так, если видят люди, что чуть-чуть появился какой-то там признак, ну, поставьте в холодильник, вопросов нет. Говорит обязательно перед употреблением. А в идеальных условиях сколько? Неделю-две сколько простоит в этой банке? Не испортно. А мы же когда банку сами за расчетом эта банка на 10 дней на одного человека. Мы же каждый день пьем, каждый день, вот выпиваем по 100 грамм, да, начинаем, я пью 10, все 100, эту всю литру банку в холодильнике не убираю. И вот за эти она 10 дней у меня, но она у меня не портится. Только вот что-то бывает. Понятно. Хорошо, значит, кипятить, я так понимаю, не обязательно, это только для того делается, чтобы убить какие-то микробы и вирусы, и грибки, которые могут попасть в продукт. И он может забродить или по-другому испортиться. А если эта вода, скажем, дистиллированная, ее достаточно просто нагреть, скажем, градусов до тех же 40-50, и правильно я понимаю? Вы знаете, Юрий Андреевич, я с вами полностью согласен, тем более я знаю, что вы в этой теме, ну, большой специалист, вы понимаете, о чем говорите. И я понимаю. Я вообще, знаете, почему рекомендую кипятить? Ну, мы все вот с вами прекрасно знаем, что из наших кранов может вытечь. Поэтому, когда мы где-то живем в горных районах, там понятно, можно, или какая-то средиенская скважина, там можно. Но когда из наших в основном-то все потребители живут в городах, и той водой, которую я сегодня пользуюсь, я просто рекомендую на всякий случай ее кипятить. Потому что, правильно, и микроб убьем, и себя подстрахуем, и не заблеснивает, и так далее, и так подобное. Но если есть источник, вы знаете, что он гарантированно чистый, ну, почему бы и нет? Подогрели воду, пожалуйста, ученые нашей компании сегодня, у меня большой такой спектр, большой, разработали сегодня, ну, такую тоже, будем так, вкратце, вода, которая специально у нас идет, ну, ладно, питание атомных подводных лодок, там обещание водой, и так далее, и так далее, и так далее. И мы ее используем не кипятя уже, она сама по себе лечебная. И плюс мы добавляем в нашу вот эту водичку. Но мы ее пока в промышленном масштабе не запустили, вот сейчас это тоже на грани выхода. Ну, если я уверен, что вода хорошая, чего нет-то? Пожалуйста, подогрел до 50 градусов, залил. Итак, дорогие друзья, каким образом правильно применять препарат, я сейчас поясню, подведем некий итог. Берете 7 грамм порошка, это 1 столовая ложка из баночки, засыпаете в банку литровую воды, теплую, 45-50 градусов чистой теплой воды, настаиваете, 7-8 часов, не меньше, перед применением хорошенько размешиваете ложкой, пейте прямо с осадком, пейте 2 раза в день по 50 миллилитров, то есть общий прием за сутки 100 миллилитров этого раствора. Получается, что одной банки литровой вам хватит на 10 дней, значит, одной ложки столовой порошка, можно сверху, хватит вам на 10 дней. Примерно банки хватит на 2,5-3 месяца, как принимать. Для домашних животных, кошек, собак, птиц, применяйте препарат так, как было сказано в этом видео. Увеличивать дозировки можно, ничего страшного в этом нет, только лучше будет. Данные препараты можно купить как на нашем основном сайте, так и на других. Сейчас посмотрите маленький сюжет из моего другого видео, коротенький, для понимания. Я надеюсь, данное видео было вам интересно и полезным, но тем не менее, я обещал про рекламу кое-что сказать. И я все забываю уже, который день, это сделать, поэтому решил в этом видео. Меня попросил это, собственно, сделать мой директор и управляющий магазин, который открыт от моего имени. Это розничный магазин в Москве, на таганке, ссылочка будет под этим видео. Я сразу хочу только наперед сказать, и это мое обращение к моим постоянным старым зрителям. Если вы меня уважаете, я прошу вас поступить следующим образом. Вот те клиенты, те мои постоянные покупатели, которые покупают, покупали в моем интернет-магазине надгард.ру наши продукты и товары, также и покупайте. Так вот, только тогда, если у вас нет возможности действительно купить на сумму от 10 тысяч рублей, это минимальная сумма, объективно установленная, не буду расшифровывать по каким причинам, иначе мы просто не справимся с работой, на нашем основном сайте надгард.ру, то тогда, я прошу вас, у вас есть ведь такая возможность приобрести товары и продукты наши на сумму даже от 2 тысяч рублей на нашем втором сайте надгард.су, вернее, это не мой сайт, этот сайт мы сделали и отдали в управление человеку, который является и директором в том числе и управляющим магазина открытого вот в том числе на Таганке или там покупать, если вы москвич и вам удобно. Но только еще раз прошу, если вы покупаете на сумму от 10 тысяч рублей, пожалуйста, как покупали через наш сайт надгард.ру, так и покупайте, тем более, что там будет это вам сделать на нашем сайте основном, главном, старом, дешевле, потому что на многие продукты и товары от количества есть скидки, как на фокус, например, и на другие товары. Итак, для вашего удобства есть теперь розничный магазин, где вы можете попробовать купить наши товары, адрес будет под видео, или сайт надгард.су, буквально от тысяч, от двух тысяч рублей, там есть свои правила, вы можете приобрести наши продукты и товары. Ну, а уже лично на моем сайте надгард.ру все товары и продукты от меня и некоторые со скидками вы можете приобретать, как и приобретали раньше. Еще раз повторю, это наш сайт надгард.ру Что ж, дорогие друзья, теперь вы знаете эту информацию, я должен вам был об этом сказать, объявить, поэтому будет желание, пожалуйста, приезжайте и на Таганку. Продукты от Фролова там написаны, все вы увидели по картинкам, не ошибетесь. Ну и, собственно, если что, как проехать, можете узнать на сайте надгард.су. Да, дорогие друзья, я очень советую вам почитать раздел отзывы на нашем сайте, посмотрите, что пишут люди, которые покупали наши продукты, товары, и что они решили по зову своего сердца написать, оставить свой комментарий. Ну что ж, Анатолий Ирнольдович, я благодарю вас, в общем-то, получил я ответы все, какие хотел, основные, все остальное есть в текстовом виде, все остальное, что будет пополняться, будут какие-то новые данные приходить, вы присылайте нам, мы будем публиковать на нашем сайте надгард.ру под этим товаром, будут ссылочки, которые человек может открыть и прочесть. Ну и на этом, пожалуй, пока все, благодарю вас за встречу, всего самого лучшего. Спасибо большое, я и вас тоже благодарю, большое спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok